МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старый оскол – город в Белгородской области. Он похож на сотни городов русской провинции, где жизнь идёт точно и размеренно. Каменные особнячки позапрошлого века в центре и девятиэтажки на окраине. Пятачки площадей с наглыми голубями, маковки церквей и линия скоростного трамвая, опоясывающая город. Простые и рабочие будни заточены под ритм металлургического комбината – предприятие, дающего городу жизнь. А в этой российской глубинке мало кто знал до тех пор, пока отсюда не начали выходить... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четвёртая неделя. Нагрузок уже тяжело. Уже охота больше полежать. После вечерней тренировки тяжело ходится. Хочется посидеть. Самое тяжёлое – это с утра вставать. Привык вставать в 10. А теперь стою в 7. Позвенел будильник. Я, как всегда, его выключил и лежу. И думаю, лишь бы не уснуть. Подходит к концу четвёртая неделя сборов. Всё это время Фёдор увеличивал нагрузки. Бойцы почти на пике формы. Но такой режим приводит к нервному перенапряжению. Он психологически очень тяжёлый, потому что это последняя неделя нагрузок. Мы выдержали большую работу. Огромная работа была проделана. Это и физподготовки, и кроссовая подготовка, работа на выносливость, скоростными техническими действиями. В отличие от Фёдора, который психологически более устойчив, некоторые бойцы из команды не всегда справляются с моральной усталостью. У тебя эмоциональный фон немножко такой упавший. Ты от этого всё тяжелее, тяжелее, тяжелее. Знаю, с нормальной эмоцией. Если вы думаете, что я встаю и думаю, о боже, когда это всё закончится, нет. Встаёшь, пошёл, позавтракал. Воделся, поехали на пробежку. Девять часов. Команда Фёдора начинает тренировочный цикл с утреннего кросса. Бывает тяжело, допустим, в том же кроссе, допустим. Я чувствую, что у меня там, ну, уже сил нету, падает. Где-то Фёдор меня поддерживает. Он не убегает вперёд, там, где-то бежит рядом со мной. Мне это даёт как бы больше мотивации. И от этого появляется сила. Я бегу дальше. Через час команда возвращается на тренировочную базу. Следующие два часа будут посвящены отработке ударов. Да, 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 да. Завидим. Физические нагрузки с каждым разом всё больше начинают сказываться на бойцах. Бывает больше ошибок. Боец начинает срываться где-то. Или наоборот, замыкается в себе. Ну, это как бы у каждого индивидуально. Тем не менее, для тренеров это заметно. Обратите внимание, говорю одно и то же, и опять одни и те же ошибки. Сколько можно? Вы должны немножко как-то усваивать материал, который вам дают. Кого-то стоит и рыкнуть иногда, а кому-то, наоборот, погладишь его. А лишний раз поблагодаришь, скажешь, что он молодец, он больше старается. Но некоторых нужно рыкнуть. Бывает и крикнуть, иначе не доходит до человека. Ты видишь, как бьёт человек? Посмотри, как бьёт. Видишь, вот он пробивает. Видишь, пробивает. А ты толкаешь, ерундой занимаешься. Вы нарабатываете так, как вы в бою работать будете. Как ты здесь привыкнешь, так ты в бою и будешь работать. Не получится так, что ты здесь ерундой занимаешься, а там будешь биться. Ударка, ну, это всё, для меня это всё сложно. У меня постоянно какие-то косяки вылазят. Вроде думаешь, всё класс, всё получается. На следующий день приходишь, начинаешь то же самое делать, Федя тебе опять те же самые ошибки говорит. Вот тут уже голова взрывается. Ноги расслабь, ноги расслабь, чего ты вкопался опять? Чего ты вкопался? Как дерево стало. Смазываю удар. Бывает, не в точку, я попадаю чуть-чуть в сторону. Как бы нужно, чтобы чётко садился. Валя, стоп. Что ты толкаешь? Это удар должен быть. Видишь, что ты делаешь? Вот, что я делаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Видишь, у меня плечи ходят. А башка не ходит сюда, голова не качается. Вот из-за того, что я не мажу, Валя, видишь, как удар садится? Попей, девочки. Чувствуется, что уже нагрузились. Сейчас многое не получается. Я вам всегда говорю, вы не обращайте на это внимания, потому что сейчас такой идёт момент, когда надо потерпеть. Ну, так и должно быть. Зачем сюда приходить, если свежим уходить? Надо выкладываться, иначе результата не будет. В течение следующего часа бойцы будут отрабатывать удары на мешках. Вы должны сокращать дистанцию, вы должны с ним двигаться. Понятно? Поэтому, когда он у меня, он болтается, двигайся. Вот моя дистанция, вот моя дистанция, вот моя дистанция. Вот отсюда он мне, ну, достань. Это самое с правой, дёрнул. Ушёл. Здесь терпите, чем потом там сдохнешь. И привыкайте здесь работать правильно. Потому что здесь работа неправильно, а потом там начинаешь тух, тух, минута, вторая, и всё, и бензин кончился. Долгожданное воскресенье. Это единственный день в неделе, когда бойцы отдыхают. Ну, я, к примеру, это бы не променял на то, чтобы ходить на работу каждый день с 8 до 5 вечера. Там, что-то делать, нет, так я так бы не смог. Я так вот поработал, я понял, что нет. Представьте, я буду работать с утра до вечера, каждый день буду уходить. А тут я пришёл утром 2 часа вечером, 2 часа. А, всё равно дай. Иногда на сбору уехал. Накануне было принято решение поехать в соседний посёлок Федосеевку. Больше не было. Самое главное, это и духовная сторона, это наша вера, это наше воспитание, родственное воспитание, прежде всего, детей. Воспитание в вере. Есть поступки в моей жизни, которые я хотел бы не совершать. Но если так случилось, мы встаем и идём вперёд. Счастье – это жить с Богом. Счастье – это жить в мире со своей совестью. Счастье – это и семья, но это мы отношения с людьми, но это там строится и работа, и абсолютно всё. Ну что, подходите под кресло. Елла, здравия вам, душе спасения. Спасибо за молитвы. Елла, здравия, душе спасения. Бог вас благословит. Елла, здравия, душе спасения. Бог вас благословит. Конечно, здесь малая розность, здесь сюда будет всегда тянуть. Здесь мама, здесь сестра, здесь мои друзья все, а тренеры. Когда выходишь, бывает такая, что я выбрал вообще за образ жизни. Такие нервы, стрессы. Зачем это всё нужно? Погорел, было. Зачем, думаю, перед боем не хочу двадцать лет. Я не буду, да? Да, бывает всякое. Этого момента бойцы ждали всю неделю. Наступает самая приятная часть выходного дня. Банька, вот. А ещё после баньки массаж будет. Вообще, вот. Выходные – это ещё и повод больше времени проводить с семьями. Всю неделю Вадим Немков ждал возможности уехать домой. В Белгороду подъезжаешь, и уже такое прямо аж чувство, что ты дома уже, всё закончилось, соревнования, там, сборы. Такое приятное чувство. Мы знакомы с первого класса. Всегда ходили на день рождения друг к другу. Общались всегда. Ну и после армии он написал мне сообщение. Мы встретились и начали общаться. Это моя улица, где я живу. Родились мы в Казахстане. С 5-ти лет я здесь живу. Мне здесь очень нравится. Здесь у нас для жизни вообще все условия. Тут есть стадион, есть баня, есть спортзал, школа, два садика. Здесь вообще отлично всё. Да, помогать, если я его попрошу, погладить бельё, он без проблем погладит. И может приготовить и суп, может погулять пойти. Всё время поддерживает меня, звонит, беспокоится. Всегда спрашивает, как я, как Верочка. на все вопросы он всегда отвечает. Даже в выходной он приходит в свой первый спортивный зал. Когда-то именно отсюда началась спортивная биография братьев Немковых. Сначала отец отдал в секцию дзюдо старшего сына Виктора. Следом за ним пришёл Вадим. Он с первого класса занимается дзюдо. Это его смысл жизни, так как это его хобби, и не только хобби, но ещё и работа. Я и сейчас сюда прихожу тренироваться, качаюсь, на снарядах работаю. И с первым тренером работаем на лапах. И обсуждаем там бои, которые прошли. Успехи и особенно поражения жители Тамаровки принимают как свои собственные. Выступления Вадима в Японии обсуждали в каждом доме. В первый день я себя чувствовал отлично, мне не волновала толпа, а второй день было какое-то непонятное состояние. ватные руки, ноги на разминке. Там по лапам подстучал, встал, начинают глаза закрываться. Я первый раз в жизни от Вани, когда слышал такое, что я горю, но это уже был такой сигнал тревожный. Я как мог пытался его реанимировать, но, к сожалению, времени осталось очень мало. У меня есть такая проблема, то что, если я заведусь в бою, то мне надо, чтобы кто-то меня остановил из угла. И вот у меня поперло, поперло, поперло и потерял контроль над действиями. Хотел финишировать соперника, но почему-то как с катушек слетел и понеслась жара. Раунд он выиграл, да, вопросов нет, но впереди еще раунд. Вот, и здесь соперник его был в таких же условиях, как и Вадим. Потому что, когда боролись, я чувствовал, что захват взял на шее, а захват как такового и не было. Он мертвый. Я его не чувствовал. Он тоже очень сильно стал. Здесь, я считаю, только чисто психологический вот этот момент, который мы не учли, не зная, как он на него отреагирует. Вот, если, допустим, Федор раньше в гран-при дрался, то с Вадимом это впервые случилось, и мы просто были не готовы к этому. Я помню только бой, а потом, когда гонг прозвучал, какой-то ступор произошел. Я пытаюсь встать, руки, ноги отказывают. Такое, как в фильмах начинаю вспоминать семью, друзей, ничего, это не работает. Я, какое-то отчаяние. Как только не пытался заставить себя встать. Потом подбежал Кирилл Михайлович, начали поднимать, а я не могу даже руку поднять. отпускай сидеть, Ваня Михайлович, что-то не мешает. Попьешь? Нормально, отпускай, надо дышать, дышать. Так, ну, вот этот опыт тактический, введение боя, где нужно было придержать силы, и не спешить закончить его досрочно, а растянуть, его как раз и не хватило. Ну, это опыт, он неоценимый, и его ничем не заменишь, никакими рассказами. После турнира в Японии Вадиму пришлось проходить серьезный курс реабилитации. В бою с Иржи Прохаско он надорвал внутренние связки, но восстановиться боец не успел. Впереди был чемпионат России по боевому самбо. Результат второе место. Он всегда звонит мне, если он выиграл, то обязательно позвонит и скажет, все хорошо, я выиграл или я в финале. Если не очень результат, то звонит его брат и говорит, Катя, так получилось, третье место или не вышел в финал. Первые три боя нормально прошли, а финал с Мохнаткиным Михаилом что-то не задался. Руки не оттянули, голова не соображала, ноги не двигались и поэтому проиграл. в принципе, ну и я ему всегда говорю удачи, там, ты у нас самый лучший и так самый сильный. Мы тебя любим. Подождите, что-то я прям расстроилась. Нет, не расстроилась, расстроилась. 17 июня в прямом эфире Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо на Матч ТВ Каждый новый бой это новая подготовка, новый этап, всё равно ты что-то не умеешь Хорошо, когда легко выиграешь, но для этого нужно было пройти тяжёлый тренировочный сбор, подготовиться Моя задача выйти на новый уровень выносливости, физической силы, всех технических характеристик, которые у меня были и набрать ещё новое В понедельник команда Фёдора снова собирается вместе Тренерский штаб принимает решение добавить разнообразие в подготовительный цикл Утренние пробежки совмещают с небольшими разминками К работе над техникой борьбы и бокса добавляют спарринги и кросс-пит Мы общаемся с другими тренерами, поверьте мне, со многими тренерами По ударной технике, по борцовской технике Смотрим греблинг, джиу-джитсу, дзюдо Мы всегда пытаемся увидеть что-то новое и извлечь оттуда недостающее знание Сейчас надо оттачивать, нарабатывать те ситуации, которые могут возникнуть в бою Из них уметь выходить, нужно использовать свои сильные стороны, погасить слабые Вся та работа, которую мы делаем с Фёдором, это всё для нас как новое Допустим, вот работа раскрутки плечей при ударе Раньше как бы мы на это смотрели, но не настолько досконально Особенное внимание сейчас приковано к двум бойцам Через пару недель Кирилл Сидельников и Вадим Немков снова едут на турнир в Японию А по возвращению почти сразу принимают участие в чемпионате Европы по боевому самбо Я знаю, что у меня 17-го числа бой Я пока настроен к этому бою Что будет дальше, я не знаю То есть я не смотрю за два-три месяца Потому что это спорт у нас такой, понимаете Ну не дай бог я там травмируюсь и дальше не получится мне выступить А я смотрел, надеялся И это психологически тяжело Когда дерёшься раз в полгода, раз в год Это моральный настрой другой И тяжело настраиваться на бои, которые проходят очень редко А когда дерёшься раз в два месяца, раз в три месяца Это уже как привычное состояние То выйти под драться, это нормально В один день сломался, у него всё нормально с психологией Просто где-то нужно более чётко разрабатывать тактический план Естественно, любое поражение вызывает вопросы Почему? Что нужно исправить? Как лучше готовиться? То это всё было учтено С другой стороны, это спорт Всегда кто-то выигрывает, кто-то прайкер При таком интенсивном ритме спортсмены должны сохранить не только физическую форму Но и психологически уверенно подойти к поединкам в Петербурге Наша задача создать благоприятную поддержку Чтобы ребята сочувствовали другу, помогали друг другу И чтобы глаза горели, конечно Впереди у Фёдора и его команды непростой период Март подошёл к концу В апреле и мае произойдут события, о которых бойцы ещё не знают И к которым некоторые из них будут совсем не готовы Новый чемпионат Казашид Юсупра! Привет вам! А что мне дритве, стыночек? Это ещё что-то рано, по-моему С опаром разобрались